День Победы Они частые гости в его доме и, конечно, не могли не прийти 9 мая. Ветераны Великой Отечественной Дмитрия Казанцева с самым главным днем в году поздравляют офицеры Краевого управления Следственного комитета. 79 лет назад Красная Армия и весь народ победили в самой страшной, самой масштабной, жестокой и кровопролитной войне в истории человечества. Сегодня Дмитрий Иванович охотно рассказывает младшим товарищам о своем боевом пути. Служил на Западном и Восточном фронтах, освобождал Киев, Днепропетровск, Полтаву. Моролся не только с немцами и японцами, но еще и с украинскими нацистами. В Кемеровской области Кузбассе сотрудники Следственного комитета СК России организовали настоящий праздничный концерт для ветерана Петра Шпанища. Все как положено. Военный оркестр, марш победы и все это прямо у него во дворе. Петр Александрович отправился на фронт добровольно в сентябре тяжелого 42-го года. Стал командиром стрелкового взвода, неоднократно бывал на боевых заданиях за линией фронта в тылу врага, имеет два ордена Красной Звезды. В феврале 43-го был тяжело ранен и чуть не погиб. С перебитыми ногами укрылся в землянке и хотел было подорвать себя и окружающих его фашистов гранатой. К счастью, верные товарищи спасли, отбили неприятеля и вынесли из-под обстрела. Воля к жизни, стремление к победе эхом отзываются в громовом «Ура» в честь ветерана сегодня, почти 80 лет спустя. В Красной площади на счет 4-2. Два коротких, один протяжный. Команду 4-2. 4-2. Ура! 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 Это наша святая обязанность таким образом, почести отдавать нашим настоящим героям. Они действительно потрудились, они победу ковали. Неужели нам как-то сложно, трудно организовать и просто поднять хотя бы элементарное настроение и проявить свое уважение. Понимаю, я считаю, это очень большое дело. Мы это делали, делаем и будем делать. Подарки, цветы и творческий сюрприз в честь праздника получают и ветераны в Нижнем Новгороде. Фронтовик Евгений Макаров и блокадница Антонина Перцова радуются такому теплому приему, невзирая на так не кстати зарядивший дождь. Евгений Иванович не смог удержаться и решил пригласить сотрудницу Следственного комитета на танец. Это действительно танец поколений, танец память, танец победа. А это уже область Смоленская. Виктора Васильевича Якунина с Днем Победы поздравляет руководитель Следственного управления Анатолий Уханов. Следователи пригласили ветерана в музей, экспозиция которого посвящена подвигу советского народа в годы войны. Вместе с офицерами регионального управления поздравить гостя пришли дети сотрудников. Малыши с удовольствием слушали фронтовые истории. Первый у меня случай был, это стрельба по самолету в городе Ногинске, это под Москвой. Я уже был командиром орудия в это время, это где-то год я послужил. Повел я свой расчет на подготовку огневую. Наводчик смотрел в это время прицел, ну как всегда, как требуется. И докладывает мне, товарищ сержант, в небе, Юнкерс 87-й. Я даю команду, все готовы, огонь. Он задымился немножко сначала, пошел вниз, ну думали, все, сбили, ничего подобного. Пошел вниз, потом опять выровнялся. Влетает наш истребитель в то же время, окружил его кругом, и он его повел на посадку в Красногорск. Там он его посадил. А мне звание сразу повысили, через два месяца еще одно. В новых регионах России тоже очень много участников и свидетелей той войны. Их в преддверии Дня Победы посетили и поздравили сотрудники региональных следственных управлений и военные следователи. В селе Мангуша, что в Донецкой Народной Республике, живет труженица тыла Зоя Довбыш. Она хорошо помнит, как фашисты издевались над ее односельчанами. Помнит и голодное время, проведенное под немецкой оккупацией. Все было, да. И голод, и холод, и девчонки спалили все село пошли. А при девчонке, как и голод у нас тут был. Боже мой, и ели, и макуху, и я суслики ловила. Все, все было, все было, все. История Победы в Великой Отечественной войне – это история мужества и самоотверженности многих народов, которые плечом к плечу встали на борьбу с фашизмом и милитаризмом. В далеком 1939 году на реке Холхенгол объединенные силы советских и монгольских солдат нанесли разгромное поражение японской армии, вторгшейся в пределы Монголии. Эта Победа позволила обезопасить восточные рубежи нашей страны и перебросить в 1941 году с Дальнего Востока и Сибири дивизии, благодаря которым и наступил перелом в противостоянии с вермахтом на всех фронтах. Именно поэтому 9 мая сотрудники Следственного комитета России посетили далекую, но дружественную Монголию, чтобы отдать долг памяти героям, которые завоевали для нас мир и спокойствие. Сегодня 9 мая, в День Победы, в городе Ланбатор, Монголия, я хочу пройти в бессмертном полку со знаменем своей семьи, на котором изображены мой прадед и моя прабабушка, оба жители блокадного Ленинграда. Волгоград, город-герой. Четвертый год подряд представителям ведомственного кадетского корпуса выпадает честь представлять общеобразовательное учреждение на одном из самых значимых мероприятий года, на Параде Победы, который проходит на главной площади города на Волге. В парадном строю учащийся кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Федора Слипченко. Наши кадеты, молодежь, сегодня на очень высоком душевном подъеме выполняли задачи по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Поэтому, безусловно, только самое лучшее впечатление. Всех поздравляю с праздником, успехов во всех делах, ну и ближайшей нашей победы, конечно, так же желаю. Враг будет разбит, победа будет за нами. После парада сотрудники Волгоградского управления СК России и кадеты ведомственного кадетского корпуса направились на территорию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где приняли участие в традиционной акции «Выстрел памяти». Герою России Сергею Петрову было предоставлено почетное право произвести артиллерийский выстрел из орудий времен Великой Отечественной войны в память о защитниках Сталинграда. В торжественной обстановке Сергей Петров передал статуэтку с изображением скульптуры «Родина, мать зовет», которая является символом ведомственной эстафеты «Вместе к победе» кадетам Волгоградского кадетского корпуса. Старт патриотической эстафеты был дан председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным в начале мая. Ее главной целью является духовное, патриотическое и нравственное воспитание молодежи, а также преемственность поколений. Жители Крыма и Севастополя сегодня отмечают сразу три праздника, но все они связаны с 9 мая. День победы, 80-летие освобождения полуострова от фашистов, а кроме того, 101 год со дня рождения защитника Севастополя, фронтовика коренного крымчанина Степана Михайловича Коронюка. Ветеран принимает подарки и поздравления от офицеров ведомства и, конечно же, рассказывает молодым кадетам о своем военном прошлом. Например, о том, как свой день рождения он услышал самое долгожданное в своей жизни радиосообщение. Как я встретил день победы, час победы? Ночью я на посту был, опустился вниз в землянку, так сказать, отдыхать, и вдруг слышу, еще не начал засыпать, слышу шум, гам, стрельба, а выхожу, оказывается, в параде объявили о том, что капитализировали немцы в Берлине, сдались, и наше правительство объявило победа. Время берет свое, все меньше в строю ветеранов. Но строй этот меньше не становится. Правнуки идут за своих прадедов. От их имени, наследуя их судьбы, помня их подвиги. Кто-то идет по стопам своих предков, продолжая их достижения в гражданских профессиях. А кто-то надевает погоны и тоже становится защитником Отечества. В Следственном комитете России память о великой победе хранят надежно. Ради ветеранов, ради ныне живущих и будущих поколений россиян, поколений победителей нацизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова